12 февраля состоялся такой мега-момент в жизни Екатерины Шакаловой. Мы выезжали в Польшу на профтурнир «Бабилон ММА». Это один из ведущих самых промоушенов и турниров в Европе. Расскажи, как получилось организовать этот бой? На самом деле мы просто увидели в инстаграме объявление, что ищут соперницу на девочку, польскую спортсменку. И написали туда, нам прислали контракт. Правда, контракт прислали совсем с другой фамилией. Оказалось, что это чуть-чуть посерьезнее девочка. Но мы не отказались, согласились на этот бой, подписали на контракт на один бой в «Бабилоне». Соперница была топовая этого промоушена. Они ее всячески вели, поддерживали, рекламировали. Но все-таки даже в этих условиях Екатерине удалось выиграть эту полячку. Единогласным решением судей. Очень мощно, красиво, много ударов, переводов. То есть нанесен был очень большой урон этой спортсменке. Бой у меня был с достаточно хорошей соперницей, фавориткой польской Розой Гуменной. Она является чемпионкой мира по тайскому боксу. Много боев у нее пока один. В общем, хорошая ударница. Ну, я одержала победу за счет, как всегда, своей борьбы, за счет работы в партере. После этого начались много звонков, много предлагают в разные другие промоушены. И в «Октагон» в Чехии, и в этом же «Бабилоне» предлагают другие бои. Также мы подписали контракт с международной компанией «First Round Management». Это лидер менеджерской в отделе, наверное, так лучше сказать, в мире. Ну, надеемся, что с их помощью она быстрее вырастет, быстрее получит дополнительные еще какие-то бои более высокого уровня. Сколько длилась подготовка к этому бою? На самом деле, очень мало длилась подготовка. Совсем сколько? Три недели. Ну, перед этим мы готовились на чемпионат мира по грэппингу. Его отменили из-за пандемии. И я, в принципе, была в форме, поэтому за три недели я успела хорошо подготовиться к этому бою. А ее бои смотрели? Да, смотрели. Ну, там было все понятно. Человек работает в стойке, ударница хорошая, работает очень хорошо ногами. То есть план борьбы? План был, да, сблизиться, сбить партери, там замучить. Вот так. Тем более она и выше ростом тебя? Да, выше ростом. Вот это вот меня немножко напрягало, потому что ноги как бы длинные. Мне надо было как-то еще подобраться к ней. Она хорошо, конечно, даже попала один раз в них. В Польше приняли нас хорошо, а по организации нам все очень понравилось. То есть все думали, что мы приехали проиграть. Даже один журналист сказал, мы вот привыкли, что с Украины приезжают люди денег заработать. Вот. Меня это, кстати, очень-очень обидело, в смысле денег заработать. Ну, мы заработали себе имя, как бы много поступило предложений с других организаций. То есть в перспективе будут какие-то бои у тебя в ближайшее время, я так понимаю? Да, в ближайшее время, через месяц планируется еще один бой, только в другом промоушене, в октагоне. Вот. Тоже с девочкой из Польши. Мне изначально предлагали ее на бой, вот. Потом поменяли немножко другую соперницу Розу. И вот опять с ней. Ну, я сначала на нее готовилась, потом на Розу, теперь опять на нее буду готовиться. Дальнейшая перспектива, как ты видишь свое вообще, развитие своей карьеры? Развитие своей карьеры я вижу так, ну... У меня еще в этом году планируется чемпионат мира по грэпплингу, чемпионат Европы. И панкратион, если не изменят, из-за пандемии не отменят его, то вот это я хочу. И, как бы, максимально в этом году побольше провести профессиональных боев, чтобы потом подписать контракт с серьезными промоушенами. Насколько я понимаю, твоя цель – это попасть в UFC, в этот промоушен? Да, да. Это не только моя цель, это цель моего тренера, моих тренеров. Вот, мы к этому потихоньку идем, не спешим. Потому что нужно, как бы, набраться опыта в других промоушенах, да, по чуть-чуть, потихонечку, сразу. Сделать имя себе. И потом уже с хорошим рекордом приходить и доказывать, что ты достоин этого. А не выходить и просто, когда у тебя не хватает опыта, можно проиграть даже сопернику, который, ну, слабее тебя. Но только ты проиграешь из-за того, что тебе не хватает опыта. Морально, может быть. А скажи, у тебя есть кумиры вообще в спорте? Кумиров нет. А вот, допустим, те девочки, которые выступают в UFC, ты отслеживаешь, смотришь вообще их бои? Да, я смотрю, анализирую, как они бьются, какая у них там техника, все. Но кумиров у меня нет. Потому что делать какого-то идола для себя, что вот человек такой. Нет, все люди одинаковые. Я когда поменьше была, да, у меня там были, там, не буду говорить, кто, там, олимпийские чемпионы с вольной борьбы. И когда я начала заслить, я понимала, что эти люди, ну, вот, да, в спорте они, может, классные, а вот в жизни не очень. И поэтому брать пример с кого-то надо делать кумира себя. Ну, то есть самому становиться таким, каким бы ты хотел быть. А по твоему мнению, нужен талант или все-таки усердие, тренировки, напряженные, усердие, тренировки, работа над собой. Потому что талант, талантливые люди зачастую очень быстро бросают. Вот. И у них получается это, им не интересно. А когда ты вот выгрызаешь это, когда тебе тяжело, и когда ты становишься первым, там, выиграв всего в один балл, вот, это приносит удовольствие. А когда ты выигрываешь, там, 12-0, это не приносит удовольствия. Ты недавно вышла замуж. Твой муж, насколько я знаю, тоже имеет к спорту самое непосредственное отношение. Вот. А вот все-таки как он относится к тому, что вот его жена занимается таким вот, ну, спортом, ну, скажем так, неженским, откровенно говоря. Ну, он меня очень сильно поддерживает. Я ему очень сильно благодарна за это. Потому что бывают моменты, когда мне настолько тяжело. Я говорю, боже мой, я же девочка. И мне хочется, не знаю, блин, уткнуться в подушку и плакать. А он говорит, Катюха, ну, ты такая сильная, ну. И все в твоих руках. Он всегда говорит, что, как бы, когда мне хочется сказать все, я уже устала. Он говорит, ты не устала, тебе это кажется. У тебя еще все впереди. И вот он просто дает мне понять, что сколько лет я потратила, чтобы просто взять бросить. Нельзя бросать, надо идти дальше. Я хочу, чтобы она росла дальше, не сбивалась с этого пути. Не портилась, как от этого всего шоу, от этих всех интервью, там, новостей и всего остального. Ну, желаю удачи, успеха. Надеюсь, мы пройдем этот путь до самого конца. И окажемся в UFC и выиграем пояс. Слушай, а вот в боях без правил, как бы, у каждого бойца существует прозвище какое-то. У тебя есть какое-то прозвище? Мы над этим думали, конечно, но у меня его нет особо. Ну, в зале там и вот между собой меня все ребята называют «Катюшка-пушка», и мне это так нравится. Правда, это на английский как-то не переводится. Это будет чисто для наших «Катюшка-пушка» будет.